Приветствую дорогие друзья, меня зовут Сакирка Александр и в сегодняшнем видео уроке мы научимся как создавать контакты во фреймворке Alifims. То есть во фреймворке Alifims уже встроена функция по рассылке контактных сообщений. Я покажу вам как создавать свои формы с разными полями и как эта опция будет работать. Для начала давайте создадим страницу контакты. В нашей админке создаем новую страницу контакты и у нас есть шаблончик контакта. Да он уже есть. Выберем его и создадим. Идем в наши файлы ищем шаблончик контакты. Вот он данный шаблончик. В данном шаблоне уже есть какой-то код. За что отвечает этот код? Сейчас мы разберемся. Хедер выводит шапку, футер выводит футер. Далее здесь у нас тело, да, тело нашей страницы. html разметку не будем рассматривать. Что мы видим? Мы видим вывод контента, далее вывод какого-то мета и непосредственно сама форма контакта. Это наша форма. Дальше, она с ошибочкой. Вот это дело можно удалить, потому что два раза идет тег формс. Удаляем. В принципе, что касается шаблона, ничего сверхъестественного здесь нет. Обычные, да, импуты. Сейчас объясню, как они работают. Единственное, что я хотел бы показать, сам обработчик, сама функция контактов. Найти ее можно очень просто. Нажимаем command и кликаем на название данной функции. И у нас открывается файлик контакт.php. Данный файлик находится в папочке alufem.etc.contact.php. Вот он данный файл. В данном файле у нас расположены все функции класса, которые работают с контактами. Что нам надо знать в первую очередь? Ну, в принципе, я рекомендую просмотреть весь файл. Нам же надо знать, надо редактировать точнее, вот данный кусок кода. Переменная body включает в себя тело письма. В нашем случае письмо, которое мы будем получать. Будут содержать имя, имейл, телефон, как нас нашли и сообщение. Данная переменная дата – это переменная, которая передается методом post из нашего шаблончика. Если мы глянем наш файлик-шаблончик, у нас импут, который отвечает за имя, содержит name, контакт, name. Точно так же контакт email, контакт phone. Я предлагаю немножко отредактировать, допустим, давайте удалим все лишнее. Нам нужна формочка, да? Чтоб в ней было имя, email, пускай в ней будет телефон, phone, phone, type, какой-то текст. Так, можно его сделать и обязательно, можно не обязательно, пусть будет обязательно. Крубо говоря, как вы видите, меняется только непосредственно ID-шник, а структура остается такой же. required, required, id, form, phone, phone. Отлично. Далее, какие нам еще поля можно добавить? Телефон. Ну, давайте пол добавим, да? Так, пол. Так пишется, по-моему, так. Ну, не столь важно. А, по-моему, пол в английском не генер. Просто... Ну, ладно. Далее. Ну, в принципе, достаточно четыре поля. Далее, поле how, как нас нашли, нам не нужно. Удаляем. В принципе, html-разметку тоже можно отредактировать. Все будет у нас в одном месте. Просто форм. Ну, и непосредственно текста ряда, да? Которая такой... Таким же образом. Contact Message. И кнопочка Submit. Дальше не забываем указывать. Во фреймворке уже есть данную функцию. Она обязательно должна быть. Давайте немножечко уберем все лишнее. Допустим, данная мета нам не нужна. Мы сейчас рассматриваем непосредственно как делать формы контактные. Сохраняем. Смотрим на сайте. В данной форме имя, имейл, телефон, пол и сообщение. И кнопочка Submit. Отлично. Далее. Как работать во файле contact.php. Очень просто. Submit. Это заголовок вашего сообщения. Можно его назвать контактная форма на сайте. И вставится название сайта. Переменная блок. Вот она. GetBlogInfo. То есть, она возьмет название сайта из системных настроек WordPress. Далее. Body. Непосредственно тело нашего письма. Если у вас сайт на одном языке, вы можете писать как здесь, да? Name. В нашем случае на русском это будет имя. Имя. Почта. Телефон. И пол клиента. Таким образом. сообщение. Если же у вас сайт многоязычный, да? С поддержкой двух языков. Английского и русского. Мы интернализуем наше письмо и сделаем немножко другого вида. Допустим, создадим переменную name. Упс. Name. И в нее вставим вот такого вида, да? А в нашем письме просто вставим переменную name. В данном случае наше слово имя будет содержаться в нашем языковом файле .po, да? Который можно отредактировать редактором poedit. Если мы его переименуем в другие языки. Немецкий, английский и так далее. Он автоматически в письме, когда будет приходить админу письмо с сайта, будет на на нужном языке. В принципе, сейчас, я думаю, не имеет смысла. Я вот это дело закомментирую, а здесь вернем назад имя. Формат письма будет таким же. То есть, если я здесь добавлю десять переносов строк, в нашем письме точно так же будет. Поэтому, будьте внимательны, структурируйте его красиво, как вам удобно. Дальше в конце у нас что-то типа подписи. Давайте отправлено в псы и название нашего блога. Далее, пока мы здесь рассмотрим, как же работает, куда отправляется этот бойник. Контактная форма использует стандартный mail to функцию, вордпрессовскую функцию отправки писем. Вот она, webmail. Что она использует? Три параметра. Во-первых, getOptionAdminEmail, она берет email из настроек админ панели. То есть, наш админский email содержится в данной переменной. Это дело можно либо брать админский email, либо можно таким образом записать свой email. В таком случае, то есть, письма будут приходить непосредственно на вот данный email. Либо еще лучше, если мы не хотим использовать админский email, мы можем вместо getOption либо вставить свой option такой, getOptionCustomEmail. Но его нужно будет создать. Я показывал, как создавать FEMOption. То есть, он будет брать custom email из FEMOption. Можно и таким образом создать. Я же менять это не буду. Я хочу использовать админский email. Далее, второй параметр Subject. Это заголовок нашего письма. И третий параметр Body. Непосредственно тело самого письма. Вот он. В принципе, на этом все. Ничего непонятного здесь я не вижу. Что касается шаблона. Тоже ничего непонятного не вижу. Есть также переменная error. Если, допустим, у нас письмо не отправилось. Но переменная функция возвращает значение ошибки. Можно это даже глянуть. Вот они наши ошибки. И где-то в конце, вот return, возвращается определенный текст определенной ошибки. Далее, если переменная error существует, то нам над нашей формочкой высветится абзац с данным текстом. Более того, когда отправляется письмо, у нас на localhost не знаю, если оно сработает. Но письмо в любом случае не отправится. Давайте затестим хотя бы скрипт. При отправке письма в наш URL вставится параметр success. Отлично. Вот он работает. И если у нас письмо удачно отправлено, нам показывает параметр success. И далее мы видим, появился текст thank you for your message. Как это работает? В данном случае у нас, если есть параметр get параметр success, тогда показывай данное сообщение. Так, что еще по контактам? В принципе, мы все рассмотрели. Поскольку у нас success есть, значит письмо отправлено. Проверить это мы не можем, поскольку на localhost у меня не стоит, не работает отправка сообщений. Далее. Здесь мы рассмотрели. Ничего непонятного, ничего сложного. Как составлять письмо в составе. Просмотрели. В принципе, на этом все. Спасибо вам за внимание. Если я что-то упустил или что-то оказалось непонятным, обязательно спросите в комментарии, я отвечу. Также рекомендую просмотреть предыдущие видео из серии фреймворка AliFEMS. И жду вас в следующем уроке. Всем пока-пока. Пока-пока.